Скандал в селе Гайдар. Владельцы земельных квот утверждают, что лидер сельхозкооператива Георгий Капсамун путем различных махинаций и схем отчуждал имущество и продавал их зерно через другую частную фирму Айдар Миросы, умышленно ведя прежнее предприятие к ситуации несостоятельности, о фактах хищения известной власти. Айдар Агра банкротится сознательно и вместе с банкротством уйдут в конце года ваши права на имущественную долю. Если вы не соорганизуетесь и не обратитесь, в первую очередь, в правоохранительную систему, чтобы его привлекали к ответственности, эта прокуратура этим занимается, за те незаконные операции, которые я обозначил, а вы знаете, что таковых операций еще много, знаете конкретно, кому продал КАМАЗ, кому трактор, кому там и что-то. Конституция не запрещает человеку открывать предприятия. Они могут открыть со своим юристом хоть 10 предприятий. Но вы не должны удобрять их почву мошенничества. Я сейчас говорю о том, что мы видим на сегодняшний день. Так это или не так поставят судебные инстанции и другие правоохранительные органы. Руководитель Айдар Агра в результате аферных действий нанес материальный ущерб членам кооператива в размере до 6 миллионов лей. Предприятие сегодня наращивает долги, не выплачивает налоги, нарушает договора с арендодателями и продолжает использовать землекводчика в своих интересах. Отвечать на вопросы лидер отказывается, на встрече не является. Поэтому собственники настроены решительно. После этого собрания мы все составим индивидуальные заявления, по которым мы попросим его выделить нашу имущественную долю. Если настоящий лидер откажется или откажет нам в этом, то мы вправе обратиться в суд. Мы избрали представителя, соберем все свои силы и пойдем вперед. Пришли отобрать, что решили. А что дальше ждать? Сколько обманули, что обманули. Хватит нас. Пусть работает он сам, она дает то, что нам положено. Что будем делать? Отберем все и будем работать. В ближайшее время премария села Гайдар на основании жалоб обладателей квот готовит обращение в правоохранительные органы.